Область строит Екатеринбург. Одна из важнейших функций. Градостроительная. Теперь в руках областного Минстроя. Скандальный законопроект все-таки принят, несмотря на то, что многие свердловские депутаты не стали голосовать. Один и вовсе покинул зал. По сути, уральская столица больше не сможет утверждать собственный генплан или согласовывать застройки. Авторы тем самым заложили прочный фундамент для коррупции и разрушили достижения Екатеринбурга. Миллион квадратных метров жилья в год. Подробнее Валерия Алферова. Одним чехом в трех чтениях, написанный кем-то, да непонятно в какой концепции законопроект, это ненормально. Новый рекорд по скорости принятия закона многих депутатов пугает. Всего за неделю документ об изъятии градостроительных полномочий у Екатеринбурга прошел путь от профильного комитета до заседания ЗАГСобрания. Однако, мягко говоря, сырой проект принимают без лишних разговоров. Такая укороченная схема обычно используется, когда законы рождаются в резиденции губернатора и, в частности, в его голове. Зачем что-то обсуждать, когда все уже решено? Видимо, глава области окончательно решил построить Екатеринбург. Землю отобрали, рекламное пространство отобрали, разрешение на массовые мероприятия отобрали. Губернатор говорит, как хорошо Екатеринбург строит, да? Сегодня же звучал. А сегодня другой же рукой будет отобирать эти, по-моему. Идет такая мелкая, как бы, мелкая мстя к городу Екатеринбургу. Савтор закона Дмитрий Шадрин изо всех сил старается показать, это вовсе не политическое решение. Мол, областное министерство строительства лучше справится с градостроительными функциями. Но конкретный бизнес-план расписать не смог, объяснив, что финансовые последствия нельзя спрогнозировать. Надо было в пояснительной записке расшифровать, указать те преимущества, те инвестиции возможные, которые были бы привлечены в результате принятия данного законопроекта. Я вынужден отметить, что это абсолютно утопическое требование, потому что этого сделать просто нельзя. В том-то и проблема вздыхают противники закона, когда два года назад министерство госимущества силой передали право распоряжаться неразграниченными землями в Екатеринбурге. Тоже никто не думал о последствиях, а они плачевны. Предприниматели, они называют и приводят примеры коррупционных схем в МУГИСО. Минимальный вопрос, не требующий чего-то такого, какой-то ответственности – миллион рублей. Это мне называет предприниматель, понимаете? Вот. Вопросы земельные. А если вопрос требует какой-то ответственности чиновника, еще каких-то усилий – 5 миллионов, 8 миллионов. Из шести градостроительных полномочий область забрала себе самые хлебные с точки зрения коррупции. Регион будет выдавать разрешение на строительство и навод объектов в эксплуатацию. При этом черная работа, проектирование коммунальных и транспортных систем остается в ведении города. Как будет построено взаимодействие между всеми уровнями – непонятно. Отладка системы займет порядка трех лет. Строители уже в панике, ведь отлаженный механизм может остановиться, а проблема замороженных строек и обманутых дольщиков вернутся. Приведет ли это к снижению строительства в Екатеринбурге? Да, очевидно. Удастся ли вот этой новой системе выполнять вот эти вот цифры, поддерживать этот темп? Для нас вопрос сегодня не просто открытый, а нам понятно, что в краткосрочном периоде это приведет к снижению гражданского строительства. Плюс ко всему перераспределение полномочий – это и огромные денежные затраты. К примеру, 7,5 миллионов рублей потребуется на создание рабочих мест и 75 миллионов на зарплату новым сотрудникам. Нам, конечно, нужны будут профессионалы, и, безусловно, мы понимаем, что сегодня организовать этот пласт работы без тех людей, которые сегодня этим занимаются, будет достаточно сложно. Впрочем, противники закона все же надеются вернуть полномочия на круги своя. Документ принимали в такой спешке, что забыли о многих обязательных процедурах. В частности, об экспертизах у профессионального сообщества. Поэтому сейчас ряд законотворцев будет требовать повторного голосования. Валерия Алферова, Дмитрий Килин, Новости 41-го канала.